Добрый день дорогие друзья, с вами на связи интернет-магазин пневматики papadiv10.ru. Сегодня к нам на видеообзор попал пневматический пистолет Stalker SPPK. Это копия пистолета Вальтера. Давайте откроем коробочку и посмотрим, что внутри. Открываем коробку аккуратно и видим, собственно, здесь у нас сам пистолет, ключ шестигранный и паспорт и инструкция. Паспорт и инструкция на русском языке, она достаточно понятная. Если у вас какие-то вопросы есть, или вы хотите его разобрать, здесь есть даже взрывские, вообще отлично. Китайцы молодцы. Убираем ее назад. Теперь, собственно, по самому пистолету. Пистолет у нас целиком металлический, то есть и затвор и корпус металлический. Пластик используется только для накладок рукояти. При этом у пистолета еще есть blowback, то есть во время стрельбы двигается затвор и, собственно, создается эффект отдачи. Вы спрашиваете, что я сейчас делал. Так как у нас магазин пустой, пистолет автоматически встал на затворную задержку. У всех пистолетов Вальтер нет кнопочной затворной задержки, нужно извлекать магазин и передергивать затвор. Магазин самый обычный рядный, но при этом металлический. Чтобы его зарядить, мы опускаем подаватель в нижнее положение и фиксируем на защелочку. Загружается в пистолет у нас 13 шариков, не очень много, но вполне хватит для развлекательной стрельбы. Давайте сразу снарядим наш магазин. Мы берем, фиксируем одно отверстие пальцем, через второе засыпаем. Засыплю полный магазин и отстреляем пистолет через коронометр. Магазин у нас практически заряжен. Все, зарядили. В этот момент отпускаем подаватель и он дожимает все шарики в нижнее. Чтобы зарядить баллончик в пистолет необходимо снять накладку рукояти. Сейчас вспомню. Вот, правую накладку рукояти снимаем. Берем шестигранный ключ, откручиваем наш доживной винт. Открутили его. Вставляем баллончик в свое законное положение. Попаду только. Похоже, не докрутил доживной винт. Хотя нет, вроде докрутил. Все. Баллончик зафиксировался. Далее докручиваем доживной винт. Помните, передавливать доживной винт не стоит. Перестал шипеть баллончик. Все равно уже останавливаемся. Вот, жесткий накладку рукояти. Трудно попадается. Вставляем наш магазин в пистолет. Вот таким вот образом. Включаем ферамометр и будем производить отстрелы. Как вы поняли, у нас уже заведен курок. То есть перед первым выстрелом обязательно необходимо или передернуть затвор, или взвести курок. Стреляем. Стреляем. Нет замеров. Ошибка. Сейчас, секунду. А, у нас подаватель зажался. Я подумал, что он не хочет стрелять. Все, стреляем. 65. 61,7. Ошибка. Замера. 62. 62. 62,3. 62. 63. Ошибка. Ошибка. Замера. Ошибка. Ошибка. Замера. Ошибка. Замера. Замера. 65,5. 66. 72,7. И пистолет у нас стал на затворную задержку. Как было в начале видео. Извлекаем газик. Передеркиваем в затвор. Показываю вам, как работает лобэк на этом пистолете. Достаточно приятно. В качестве прицельного приспособления на данном пистолете используется ножка и цель. Я вам предлагаю сейчас произвести отстрел нашего пистолета по мишени Тиру, чтобы посмотреть на его точность. Первые выстрелы будут по традиции делать, прицеливаясь. Последующие уже так на глазок стреляют. В зависимости от погрешности. Что можно сказать по мощности. Ну, мог бы быть, конечно же, помощнее пистолет, чем на данный момент. Но, все-таки, эта модель идет не слишком дорогая и она больше предназначена для коллекционеров или для развлекательной стрельбы. Для этой цели мощности их хватит за глаза. Все, заряжаю шарики. Зарядил достаточно шариков. Полный магазин. Выпускаем подаватель. Заряжаем в магазин пистолет. И начинаем стрелять по нашим крысам. Все, шарики закончились. Как вы видели, все мишени поражены. Каждая мышка пошаталась. Ну и, собственно, все. А, нет. Забыл сказать немаловажную вещь. На пистолете есть предохранитель. Он достаточно хитрый. Вот он. Выходит он на правую сторону. В верхнем положении он стреляет. В нижнем положении не стреляет. Мы сейчас вытаскиваем магазин. Перейдем к затору. И смотрим, что у нас отключился спусковой крючок. Вот без спускового механизма. Поднимаем вверх. И спусковой механизм работает. На этом, пожалуй, все, дорогие друзья. Спасибо за внимание. С вами был интернет-магазин пневматики Попадив10.ru Подписывайтесь на наш канал в YouTube и будете получать полезные видео обзоры. Если вам понравилась данная конкретная модель Вальтера от фирмы Сталкер, СППК, ссылка на нее находится в окне с нашим видео. До свидания. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал. У родителей Вальтера